О, видите, на транспорте. Тоже заработало. Да. Вот, что меня сейчас представят, и мы его пешком чуть-чуть. Здравствуйте, журналисты читатели. Меня зовут Елена Второва. Я вас веду восточного центра на библиотеке Нагурского и Ярича. Мы благодарим вас за то, что вы пришли, посетили к лекции. И сегодня речь пойдет о системе древних и гидейских знаний. И по этому скажет наш вектор Владимир Ерисеев. Спасибо. Да, лекция называется «Как вы видите, путешествие в систему древних и гидейских знаний». И хотя здесь написано, что я преподаватель в Индии, да, я ведитель в Великую, но на очень глубое время я проработал в гиде, проживая в Индии, в Киеве я проживаю в Индии, все эти два года обучался там в Геннадий Схендо-юниверситет, в университете, в Паранасе, в одном из древнейших городов Индии, из вищеннейших городов Индии, и организовывал туры по Индии под ключом. То есть я был и гидом, и прямо агентом, и врачом, и психиатром, и мы были всего еще одновременно так получалось. И после этого, вернувшись в Россию, здесь также был гидом для индийских туристов. То есть это был сопровождающий для больших групп сорок-пятьдесят человек, индийских туристов в Петербургском Крепо, Сталинтаж, Петербург, и могу сказать, что, конечно, это очень увлекательная, очень непростая задача. И погружение в знания – это тоже, в каком-то смысле, некое изучение, некое погружение в неизведанную территорию, может быть, для вас. И Индия, в этом смысле, по моим исследованиям, скажем так, особая территория, очень малоизученная или мало проинформирована нашим информационным пространством, так сказать. Почему это произошло в ходе лекции, ну, точнее, в студии общения, даже можно так сказать, мы с вами увидим, я надеюсь, поймем. И прежде чем, собственно, начать, я хотел бы вас спросить, а что вы знаете вообще о каких-то древних инновациях? Что вот Индия такого изобрело, что вот все мы знаем, и насколько богатая, скажем так, информация у вас о том, что же нам оставила древняя индийская культура? Камазутра, математика, математика, вот уже идти, астрология, 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 йога, культура, йога, кастовая система. Вот, знаете, это сложный вопрос, вот это не совсем индийский. Философия. Здесь тоже мы отдельно с вами поговорим, потому что очень много… Противоречивая, в одной стороне у нас доброта, деятельность, а в другой… Ну, вы знаете, вопрос не спорит противоречия, вопрос противоречия названия. Философия, само слово по себе, оно не индийского происхождения. И, к сожалению, очень большое количество понятий, в связи с этим они перепутаны. Да, вот, то есть в индийской традиции есть соответствующие названия, они имеют значение определенное. Философия означает любовь к мудрости, да, но то, о чем говорится в индийских текстах, это не философия, это не просто любовь к мудрости или мудрство, да, мы об этом отдельно поговорим, есть определенные названия, и они имеют совсем другие смыслы. Да, мы же с вами сегодня будем говорить про образование, да, и здесь я отдельно подчеркну, что существует слово «образование» и слово «педагогика». И с точки зрения этимологии это абсолютно разные слова, они написаны абсолютно разные смыслы. Знаете ли вы, что такое «педагогика»? Чем отличается образование педагогики с точки зрения этимологии? Ну, наверное, метод преподавания, но и воспитания. Давайте пока вот проведем эту паузу, я в течение лекции об этом расскажу, потому что педагогика не имеет никакого отношения к образованию. Слово «образование» – оно происходит от слова «образ», да, то есть некая картина, некое изображение. И здесь в ходе лекции я, на самом деле, буду очень много ссылаться на лекции других, скажем так, выступающих. То есть здесь у меня выступали про китайскую медицину, вот и ланговые лекции, про китайскую культуру. И могу сказать, что индийская традиция имеет очень много общего. Да, и вообще вот эта древняя культура, которой, мы знаем, около пяти тысяч лет, что китайская, что индийская, что восточная Азия, она имеет очень много общего. И, в первую очередь, конечно, если говорить про образа. Давайте начнем с церкви образа, который, скорее всего, вам хорошо действует. Вечное движение? Да. Это Солнце. Четыре магнитных полиса. Да, это уже интересно, да. На самом деле, знаете ли, почему она называется «свастикой»? Вот это даже про этимологию. Сва неба? Нет. Совсем нет. У нас состоит из двух частей «су» и «асти». «Су» – это приставка. Как, по-моему, в языке, в момент соединения существует правило в Санкере, которое вот это «у» превращает в «а». Да, то есть «су» – это слово «свасть». А «асти» означает «есть». «Су» – приставка означает «хороший». То есть то, что есть благое. Само слово «свасть» означает то, что является благим. Вот это, собственно, в Варанасии – это гхат. В Варанасии огромное количество гхатов, забережных. И каждый из этих гхатов является представительством. Вообще, фактически, в Варанасии существуют все херкии, так называемые. То есть священные места, посетив ради Варанасии, можно посетить все самые священные места всей Индии. И каждый гхатов – это некое посольство, представительство для той или иной религии, той или иной традиции, той или иной истории. И в данном случае это «джайн хат». И вот здесь написано «ахимса парамон дхарма». «Ахимса» означает «не насилие», «не навреди». «Парамон дхарма» – «самая лучшая дхарма». Вот здесь отдельный термин «религия». В Мидии не существует термина «религия». «Религия» – опять же, это западный термин. Но не существует термин «дхарма». Ну, отдельно, еще поговорим про него, что это такое. «Дхарма» означает «поддержит». Так что же такое само по себе? Это западского тла, идея и присутствия. Очень интересно. Можно видеть, что этот символ, этот образ, он используется в огромном количестве отличных, ну, религийных течениях, можно так сказать, разными словами. Можно увидеть, что хинду, как раз, да, вот я здесь был на лекции про Варанаси, задал вопрос по звезду Давида. Да, что на самом деле звезда Давида – это древний индийский символ. Вот в своем время путешествия, которые раньше в 2008 году в Индию нас поразило, то, что мы увидели машину ехать в парк, которые у меня приятели. Огромная звезда Давида, и написано что-то на демонах. Я спрашиваю у родителей, а что это такое? Он говорит, это наша богиня, мама. Мы ей поклоняемся, да? Звезда Давида – это, по сути, не я. Это язык, потому что в китайском, да? Т.е. «Семьяния», но слово «женского врача». Так что же такое может быть пластика? Движение вечное. Да, нет, да? Движение ничего. Всего мира, всего. Вселенная. Всей Вселенной, да. А вокруг чего, если так? Всего? Пространства, наверное. Да, вокруг чего. Чего-то есть за конкретного? Нет какого-то объекта? Ну, он же здесь есть. Сластики же этот объект есть. Она же есть и крутится, да? Как поворачивающий селинт. У нее же самое... Но это абстракция. А так-то идем же мы все, вперед идем, а... Оказывается, не абстракция. Вот, собственно, и то же она. Здесь можно видеть, что появились дополнительные символы. Это символы Вишны, да? То есть это четыре орудия Вишну. Это Шанха, Камбала, Гада и Сударшего Чакры, да? То есть это раковина, это лотос, булава и... Ну, это странно. Это, наконец-то изображение, это диск. Диск, который Вишна провожает демона. Да? То есть еще четыре символа у нас появились в этой самой картинке. Есть вот такое изображение, да? Что это четыре гастопа, да? То есть в центре у нас находится, вот в центре, собственно, Брахма. Но здесь существуют четыре основы индийской культуры, да? То, на чем вообще вся индийская философия, она основана. Это, собственно, Дхарма, Бадха, Каммокша. Да? Дхарма – это вот, Димыч, поговорим, то, что сохраняет порядок. А Дхарма – это искусство, это управление, да? То есть это и военные задачи решаются, вот в рамках этой архи. Камма – желание. Ну, это Камма-сутра как раз, да? Камма, сутра, сутра. Камма – нить, сутра. Камма, соответственно, желание. И Мокша – мокша – освобождение, да? Четвертая, собственно, стадия. Ну, и здесь есть соответствующие взаимосвязи, да? Вот эти слова есть. Как части тела, можно так сказать, взаимосвязаны с этим, да? То есть вот Аханкара, Эго, Ман, Душа, Будхи, наш интеллект, Чита, чистое сознание, можно так сказать. Да, вот они все взаимосвязаны и в единые целостные этой картинки сочетаются. Но можно с вами увидеть следующую картинку. Увидеть, что центр есть. Его можно увидеть с вами на ней. Солнце? Нет, это не Солнце. Сиберная звезда? Это звезда, которая называется Дуа. Дуа сейчас полярная звезда. Ну, полярная звезда, она называется, да? То есть у нас есть планета, и ее ось направлена на определенную звезду. Причем интересно, что в течение некоторого количества времени она смещается. Сейчас полярной звездой является звезда, которая находится в хвосте малой медведицы, да? И 3000 лет назад это, например, была другая звезда. 14000 лет назад это была другая звезда. Да? И, собственно, центр это и есть. Но если посмотреть на это еще с другой точки зрения, да? Мы можем видеть еще вот такую, чуть-чуть равную четырехчасов. Да? Еще одно из изобретений индийцев это шахматы, да? Это одна из версий шахмат, на самом деле она называется ЧТУА-ЧИ, которая может играть четвером. Может быть, они никогда не слышали, но до сих пор индийцы в нее играют. Она немножко попроще, чем шахматы привычные нам, потому что здесь нет УА, ДВА, и так далее. Но здесь также есть четыре, да? Почему она называется ЧТУА-А? Четыре части. Четыре вида грозных. Да? То есть пешка, лошадь, слон, ладья. Четыре вот у нас военные части, которые помогают нашему королю. И можете видеть, что они расставлены, по сути, еще также по этому самому образу. Да? И если посмотреть на вот это изображение, например, то оказывается, что всякие иные элементы, они могут рассказывать не просто про какие-то эскарские непонятные вещи. И молочный океан может оказаться вполне сезально невидимым. Да? То есть это влечный путь, например. Да? Внутри которого вот как раз три тысячи лет назад нужно видеть ВАН. Это звезда, которая была три тысячи лет назад. Вот есть специальная сейчас программа, в которой вы можете прямо поставить в то время и увидеть, как располагаются звезды на небе в соответствующий год. И вот, собственно, благодаря этому этому это вид. И можно видеть вот этих Сабта-Риши. Сабта-Риши – это, как я считаю, называется большая медведица. До сих пор, собственно, называется в Индии. Семь мудрецов. Да? И вот легенда про Ноя. Аналтон, надо так сказать, Ноя. Про первого человека, маму, которого спас матья Раватар, первая Раватара-Вишну, который спас семь этих самых мудрецов. Можно видеть, что похожие символы, они встречаются вообще во всей, можно так сказать, Азе. То есть эти сибетские символы, вы можете видеть здесь отдельно выделены, вот эти всех звезд. Опять же, да? Уши они называются. И Сабта-Риши, опять же, Юпитер. Соответствующие символы, которые говорят о том же самом. Это Багуа китайская, которая, опять же, взаимосвязана с этим. Тибетские символы. Ну, опять же, да? Возвращаясь. И здесь он особо мне нравится. Вот этот символ, бесконечный узел, говорящий о том, что всё в мире взаимосвязано. И здесь особо интересно поговорить про китайскую медицину. Да? Если говорить о смене, да? Возвращаясь к теме, о котором говорили у меня, можно увидеть, что в этой эмбисфастике есть все пять элементов. Или две движения, правильно говорить. Да? То есть огонь, вода, ветер, соответственно, металл. И главный центр. То есть четыре, получается, по крайней мере. Центр – Земля. И в соответствии с китайской медициной мы можем видеть, как движется энергия ци в соответствии с сезонами и в соответствии с днем. То есть существует цикл внутри дня. То, как протекает энергия из одного состояния другого, из одного переглядя на другой. И то, как протекает энергия из одного состояния другого в течение года. И китайцы, и индийцы об этом знали и использовали. Если говорить про культуру, то очень важно понимать, что это хромокультура. То есть мало воздействует на те или иные точки. Очень важно ещё понимать, какое время, в какой день это делается. И правильный врач должен подбирать в соответствии с сезонами и в рождении человека. То есть существует аустрология китайско-индийская. Существует аустрология китайско-индийская. Существует взаимосочетание китайской медицины, китайской культуры, индийской медицины, индийской культуры. для того, чтобы правильно воздействовать в нужное место, в нужное время провести нужное воздействие. Да, вот еще по другому этот же слайд. И можно увидеть, как эта же идея реализуется, например, в храмах. То есть вот этот древний индийский храм, который в 1337 г. н. э., в котором в зависимости от сезона, соответственно, солнце освещает ту или иную колонну. Мы имели три храма, и каждая колонна представляет собой один из двенадцати знаков сетях. То есть в одно время оно с одной стороны это делает, в другое время оно, то есть на восходе в один период приходит, в другое время оно приходит назад. Да, и если возвращаться к текущим реалиям, можно увидеть, что наша образовательная система, она что-то противно этому. Да, вот здесь небольшой документ. Никакой лечеб самокора приведет для всех, какие будут же экзамены. Пожалуйста, заберитесь на зиму. Да, до рыбы, до слона. Да, это то, что происходит у нас в системе образования сейчас. Ничего не было, собственно, не в древней индийской системе обучения, не в древней китайской системе обучения. А обучение происходило целое. Я вам покажу на практике, да, сейчас, собственно, есть школы, которая и сейчас реализована, о том, как это выглядит, как это происходит. Да, и вот есть еще другое такое мем, да, про эволюцию социализма человека. Он как-нибудь и дальше никуда. Да, вот. И здесь нужно отдельно сказать, что важным составляющим является, да, вот здесь тоже такой образ, это стопы нишну в лотосе. Да, очень важно для индийцев, очень много, где храмы есть вот в таком виде, есть рядом с Парнассией, что очень древний храм, который находится вот в таком виде стопы нишну, что существует традиция парампора. Да, парампора означает передача от учителя к ученику из поколения в поколение. И здесь очень важный такой момент, что вообще в восточных странах, не только индийцевых, у китайцев, у китайцев, у китайцев, у китайцев тоже. И люди знают свое древо, подословное древо, не просто там, а семь поколений, да, семья у нас откуда идти, семь родов, собственно, да, мы можем знать и вспомнить, кто у нас были прав, а тратили. Они знают на сорок, пятьдесят, даже, может быть, шестьдесят поколений свою историю своего рода. Кто, кому, как, чего, почему приходится. И благодаря этому у них очень крепкие связи своим родом, крепкие связи со своей историей и крепкие связи по передаче знаний. Да, то есть сама методика передачи знаний, она исторически была, в первую очередь, из Иисусского старта, не не через запись, да, а просто напрямую, от сердца к сердцу есть такой терм. И очень многие знания, как музыка, танец, они передают только так много. Потому что невозможно эти знания передать видео-курсом, да, или по какой-то книжному учиться этому. Потому что существуют определенные секреты, которые невозможно записать, это нужно почувствовать. Им нужен учитель, который как бит, вёл у себя и говорит, да, ты действуешь правильно, ты ошибся, здесь нужно что-то изменить. И традиционный способ, я нашел европейцы, например. Например, когда седарист из Эстонии, насколько я помню, приехал к учителю, и он ему показывает на сценарии, как нужно играть. Кто-то повторяет, он говорит, нет, это правильно, но ты вот учи. Говорит, в течение года он ничего, учитель не говорил ему, что он должен делать по-другому. Он просто показывал, говорю, повтори. Показывает, говорит, повтори, сделай точно так же, как я. Кто-то повторяет и не получает. Он говорит, нет, тебе это уже на счет. А значит, не улавливает на слух? Ну, много тонких нюансов, скажем так, да, ну, как медицина, да, вот. Просто потому что это очень тонкая работа, и, там, пульс, например, да. Чувствительность должна быть. Да, соответственно, да, то есть мало просто понять, что есть там много видов пульса, нужно почувствовать. И просто прочитать об этом, посмотреть видео и так далее – это невозможно. Нужна большая практика, и нужно понимать, как это работает для того, чтобы люди с этим работают. И существует, соответственно, у нас наследие, да, вот первый пункт того, что у нас есть то, что получилось у нас исторически от наших отцов в виде живых людей, которые держат знания, и в виде огромного количества книг. книг не только религиозного толка, о которых мы в большей части знаем, но и очень практичного и научного толка. Вот мы тоже поговорим очень. И дальше существует очень интересно то, что существуют последователи. Те, кто свет на свет, да, передают эти знания, они точно копируют и никак не уносят в себя ничего. Есть исследователи, которые стараются изучить, как же можно ввести инновацию, как можно изменить, да, это знание, чтобы его улучшить. То есть есть преследующие, можно так сказать, кто хочет. Эти знания используют с использованием новых возможностей. Использование, может быть, новой технологии или новых знаний, которые пришли оттуда в ключах. И те, и те, и те учителя, и ученики есть, и они эти знания передают и развивают. И, соответственно, мы получаем последствия. И вот мы уже сейчас посмотрим следующую часть. Вот здесь, наверное, нужно... А вот, ой, вот ваша мама уже видела это сделать сейчас. Пробуйте, она должна войти. Должна заработать. Так, еще раз. Да, и здесь, прежде чем, собственно, само видео вам показать, хотел вам показать еще одну вещь. Это кусочек книжки о самом подвигающей традиции древней Индии. О том, что, по всему, эта книжка называется Капыргона. Это просто глава его. Она, в основном, называется «Объеменные таблички в университете». Это очень хорошая издание. Он приносит по всему году, очень много рекомендую. И здесь есть часть, посвященная Индии. И здесь очень интересная цитата. В «Четыре сутки» мудрец Маркарде и Царь Вадже, разговаривает с художницей о том, что он хочет ему учиться рисовать. Вадже, обезбрежен, расскажи мне, как делают изображения врагов. Про Карде, владыку людей. Кто, кто не знает должным образом закон о живописи, не сможет постигнуть отсуменности изображения. Возвращение потомков в грибу. Поведать правила живописи. Да только кто, кто знаком с правилом живописи, знает, как рассказать его. Без науки танца правила живописи непонятны. Прошу, расскажи мне о науке танца, а после ты расскажешь мне о живописи. Техника танца труднодосудна тому, кто не знает музыки. И его без музыки танец совсем не может существовать. О, беседующий хаб, расскажи о музыке. Музыка не может быть понятна без пения. То есть все взаимосвязано. Мы не можем отделить одно искусство от другого. И точно также здесь очень важно понять, что само знание, сами науки, они религиозные, скажем, с точки зрения современного языка, не отделены от того, что мы сейчас называем наукой. С точки зрения индийцев, беды – это точно такой же научный акт, и научные знания, как и все остальное. То есть в основном у нас известны именно всякие религиозные тексты, их переводы и так далее. Но нужно понимать, что переводы они еще не скажут этот смысл. Это, первое, сделаны они определенными людьми. Это тоже отдельный вопрос. А второе – это то, что в них заложено огромное количество научных знаний, которые были использованы в современном мире. И при этом сама традиция жива до сих пор, обучена на виду. И основная она на определенных отличных принципах. Я вот здесь провожу лекцию про обучение насканным языкам через национальный текст. И вот из этой лекции небольшой слайд о том, что медицинская знает, что у нас существует не только физическое тело. И у нас существует Анда моя коша, Яна моя коша, Мана моя коша, Пана моя коша, Анна моя коша. Но то, что, собственно, она вот сюда вышла, вы знаете, наверное, что она вообще не русская игрушка на армане. В Диполье пришла. А пришла она оттуда из грудизма. Грудизма Кудыковицы из Индии. То есть из бухихарма, индийских лечений, пришел в Китай, куда, собственно, переверется знание. И, соответственно, у нас есть Анна моя коша, наша физическая оболочка. Существует у нас и прана, и не объект как раз. У нас существует душа, и не эмоциональная оболочка. У нас существует Анна моя облучение, интеллектуальная оболочка. И существует Анна моя коша, это оболочка, связанная с Богом, можно так сказать. То есть уже такая остальная оболочка, в каком-то смысле. И грибные знания, и вот современные есть школы сейчас, которая тоже, наверное, построена. Они устроены были так, чтобы соединить все вместе, чтобы не разделять отдельно только для будущих, только для идеи поработать. Или только для отца, физкультура. Мы только физкультурой занимаемся, и все, и чем больше. И вот в этой школе, она называется в виде экшета, можно увидеть, что есть три ключевых аспекта, на которые обращают учителя внимание. Это гиан, и чай, и клиен. Гиан – это знание, клиен – это действие, и чай – это желание. И можно увидеть, что дети изучают. То есть они изучают языки, сразу четыре языка, включая санскрит и английский, математику, биологию, химию, физику, историю, социальные проблемы. И очень важно, что у них есть практические знания. И просто какая-то теория, хотя и языковые знания они используют, опять же, сейчас. Это йога, калария – это еще древнее искусство. Другое, из которого, собственно, появился потом китайское боевое искусство. Это Шаринский монастырь, он, по сути, из каларии вырос. Это строительство и конструкция, агрокультура, ну, то есть выращивание различных продуктов, гачарная работа с деревом. И это души, да, собственно, желание, это и песня, и музыкальные инструменты, и танцы, и театр, и живопись. Да, и все это у них существует абсолютно одновременно. И вот сейчас попробую вам показать видео, как это происходит. Сейчас у них буквально на днях они будут уже замечательные видео. Это какая-то стандартная школа? Нет, как раз это не стандартная. Большинство школ, они устроены, как у нас. Это такой проект, в котором они пытаются восстановить древние, подшалай. Подшалай – это то, как были школы до перехода британцев. Вот до перехода британцев большинство школ, они были именно таким образом. Так, сейчас, минутку. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У них проходят выставки, конкурсы, в общем, я думаю, что найдете, будет много чего интересного, у них есть свой сайт, и даже... Здесь особо, знаете, очень интересно еще поговорить на то, что как же мы, скажем так, да? И здесь в этом смысле очень интересно то, что у нас это тоже еще было, но, к сожалению, не очень распространено. В первую очередь, когда применил вот этого человека, Сухоматский Василий Александрович, который после Второй мировой войны, то он очень похож на методика, где обучал детей. Он обучал их на природе, он обучал их без оценок, он обучал их понимать мир. И особенно нужно понимать, что после войны дети приходили к нему очень тяжелые. Кто-то потерял все любви, кто-то в дети, у которых были большие проблемы в семье, к нему приходилось их фактически вытаскивать из какой-то душевной ямы. У него написано очень много книг, вы можете их тоже для детей найти. Очень интересное искание, и очень интересно, что вот в китайской школах, насколько я знаю, издаты в Сухоматинском, они взяты на стенах. У нас на десятках, а вот в китайской школах они вот в Сычеве. Это первый человек, которого хотел бы поменять, и вот еще одна жопа. А Макаренко как? Ну, здесь не знаю, то есть у него очень дисциплинировано, она считала, что он на герой звучит, но я такого не слышал. Вполне возможно, я просто, может, чего-то не знаю. Здесь вот особенно родилась бы, например, Михаил Петрович Ищетин. Да, потому что эта школа совсем недавно, ее закрыли совсем недавно, в 2019 году. Очень неприятно, можно сказать, еще в таких жестких ситуациях. Это учитель, который умудрился сделать такую школу, где его ученики за 10 лет получали 2-3 высших образований. Они изучали всю программу этой школы за один год. То есть они смогли ее сжать, покомпоновать, чтобы в школе занимались. Семь лет уже могли воспринимать эту информацию за один год. Они полностью ее не изучали. То есть они не могли на пятерки задать вообще всю школьную программу, но были сделаны так, чтобы они могли уже грузиться во все это, чтобы в следующие годы, то есть пройти эту 10-летнюю программу буквально за 2-3 года, или за 4, максимум. За 10 лет растянут он. И методики, которые использовал Михаил Петрович, фактически это методики индийские, методики башалы. Он их получил через, насколько я изучаю этот вопрос, через запад, конечно, не на запад, они опять же попали из Индии. Когда обучение происходит тем, что происходит не просто лектор что-то отказывает, девчонки их слышат, а идет взаимодействие, идет работа с группой. Школьники, которые стали чуть-чуть больше знать, они уже начинают быть шефами, скажем, следующих маленьких школьников. То есть они не только знания получили, они тут же адаптируют эти знания, они их прощали и делали так, чтобы передавать эти знания. Вот этот парамор, по сути, в этой школе она была реализована. Да, с тем, чтобы, там, в 20-классах, еще в 1-й класс вот побывали. Огромное количество вещей было здесь сложено, и, опять же, как раз в этой школе они занимались и музыкой, и танцами, и восточными единоборствами, и строительством, и свое собственное поле у них были, где они высаживали свою собственную культуру. Вот тут очень хороший пример, информации достаточно много есть. Игорь Михайлович, вот если будет интересен, вообще не помню, да, знакомится. Потому что, фактически, это вот наша волшава, наши аналоги, которые есть, и очень странно, что они, скажем так, не распространяются. То есть это очень эффективная была система, ее можно было внедрять по всей России, но вместо этой школы-заскрыватой говорят, что это все неправда, и все это не работает. Так, но перейдем дальше, да, следующее, о чем нужно отдельно рассказать, конечно, тоже такая очень коротиковая, я скажу быстро, но думаю, что вам будет интересно, это санскрин. Да, потому что особо важная вещь, которую, может быть, не знают многие, это то, что именно перевод санскрида навел в том числе такую страшную кашу, да, потому что есть документы, которые ходят по интернету, да, санскринская штука такая красивая. И после того, как вы говорили на английский язык, пошел он и превратился. Потому что, чтобы вы понимали, просто для примера, для одного слова огонь санскрин существует около двухсот синонимов. Вода, земля, около двухсот синонимов. Почему это так может показаться санскром, да? На самом деле он абсолютно такой же, как русский язык. В этом смысле, что вот у нас есть, например, четырехногих. Да? Вот мой четырехногий друг. Да? Я могу уже так сказать? Конечно. Да, но на самом деле, если я скажу такому и своему приятелю, он сразу подумает вот такому. Мохочки или собаки. Да? Хотя лошадь тоже четырехногий друг. И слух четырехногий друг, да, и так далее. И вот санскрит, он есть в этом, да? То есть у нас слова есть, соответственно, шепернаты, да, жонтарвоты, например. Вот это все – это часть санскрита и химии других индийских языков сейчас, да? То есть когда мы о чем-то говорим – инносказатель. И вообще вот эта культура инносказания, она вообще общая для всего Востока. Вот здесь была замечательная лекция про китайский металитет, про китайский язык. Да? Да, эта картина, которую изображает обезьян, которые пронгут птенцов, оказывается, что это пожелание карьеры. Потому что есть соответствующие соскучные иероглифы, да, и картину можно прочитать совсем по-другому. И санскрит, собственно, точно такой же, да? То есть огромное количество знаний, они зашифрованы были. Вот те тексты, которые были переданы, они зашифрованы, потому что один из этих же текстов, его можно прочитать по-разному. Я вам сейчас покажу еще небольшую картинку, тоже вот из интернета. Вот сами индийские, они показывают, насколько, как удивительный санскрит. Так, обзор мы вам покажу. Это как одно окно. Сейчас. Как новостайк, как ниточка предложения, да? Вот возьмем. Ахи. Да, это слово означает царпа. Царпа означает змея. Ахи. Да? Змея. Добавляем рикву. Ахи и рикву. Рикву означает враг. Враг змеи. Человек. Агуман. Нея. Ну, хотя я хорошо, это субъект. В данном искусстве это горло, да. Это орел. Враг змеи – это горло. Ахи и рикву. Тот, кто повелевает горюли. Это вишна. Ну, может быть сложно, наверное, да. Вишна. Ахи и рикву, пати, канта. Жена того, кто повелевает тем, кто является врагом змеи. Это турочек. Да? Это лакши. Жена вишна. Ахи и рикву, пати, канта, тата. Отец того, ну и так далее, да. Здесь очень интересная такая запутка. Сагар. Сагара, на самом деле, это царь. С одной стороны. С другой стороны, слово Сагара означает океан. Есть легенда о том, как в общем она вышла из океана. В данном случае речь идет о генербе. Да, что ее отец – это океан. Потому что отец с ее точки зрения. Взаимосвязи. Родственник, на самом деле, рикву. Ну, читай дальше. Ахи и рикву, пати, канта, тата, самбанха. То есть родственник. Родственник и далее, 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 далее. Родственник Сагара. В случае уже – это Рама. То есть родственник – это, на самом деле, Сагара. Огромное количество. Он этот трудословный. Видимо, он где-то самому тоже показать. Я могу все ее, все ее. Понимаете? Все положено. Дальше. Ахи и рикву, пати, канта, тата, самбанха, канта. Да? То есть жена. Того и далее, далее, далее. Это, соответственно, Сита. Ахи и рикву, пати, канта, тата, самбанха, канта, ахара. Тот, кто ухватил, схватил, украл. Да? Жену, Рама и так далее. Да? Соответственно, Рама. Ахи и рикву, рикву, канта, тата, самбанха, канта, ахара. Таная. Да? Это, собственно, сын. Сын того, кто все вот это вот, там вот, мантры сделал. Механада. Да? Сын, собственно, равный. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. И можно видеть, что вот это вот, да, это все одно слово. Да? Которое можно размотать как глубок. Но при этом еще есть место, то, что оно может быть прочитано по-разному. Да? Из-за того, что они изливаются, мы вот эти струги можем прочитать и оставить по-разному. Например, те же самые веды, их можно прочитать один из очень разными способами. Для того, чтобы их заполнить, в том числе, и для того, чтобы разные смыслы поняли. Да? То есть одна и та же стружка, она может иметь 2-5-6, как такой, как бы, пазл. Да? Когда одно вложено в другое, можно увидеть поверхность вниз, внутри него есть еще один из смысл, внутри еще один из смысл, вы еще один из смысл. И тот, кто обладает ключами, тот, кто понимает, как расшифровать эти кадры, он, собственно, сможет это сделать. Ой, можно вот эту книгу еще раз показать? Как она называется? Какую? Клининные таблицы. Покажу, да, хорошо. Еще хотел вам показать, собственно, в гражданском глядении, чтобы понять, насколько это масштабно. То есть вот это божество и вот эти вот самые главные герои. Вот здесь, как раз, можно увидеть, например, Рамачадра, как раз, и Брама, собственно. Да, его, собственно, можно видеть с агаром, как его и пра-пра-пра-пра-пра-пра-пращурок. Один из двух прапрали. Да, и здесь вот это все знает, и это все тоже имеет все семена, и все очень просто так. Ну и перейдем, собственно, к самой ламке. Мы уже понимаем, насколько это все загадочное лошадь. Здесь я вам хотел отдельно показать такое очень большое видео. Я тоже буду его показывать обзорно. Значит, существует такая сахана-синк. Сейчас отдельно пример я хотел показать. Мы знаем как лучшего. Кто это? Да, что это журналист, на самом деле, в первую очередь, автор комментариев, который занимается, в первую очередь, различными вводными проблемами, мы видим, что действительно сейчас большая пробленность чистоты и десантарей, которые во многих местах творится, и у него свой, собственно, агитетический центр Indian History of Awareness . И она занимается исследованием с точки зрения образования. Она выпустила древний ген, сначала Кровского, древним образованием, древних знаний, а сейчас выпустила, а потом вы видите три осмысления, три обзора. То есть у меня появляются новые знания, очень много индийские присылают дополнительную информацию, и она публикует уже новые статьи и новые книги фактически. Да, здесь я обзорно проявлюсь. И здесь особо интересно... Ну, первое, здесь я впущу суть титра. На фиге я хочу, чтобы тоже были с людским языком. Оно и будет комментировать параллельно. Будет понятно, о чём идут речи. И это означает, что ребенок придет в раммачарию в жизни. Да, первое, речь идет о том, что очень важная часть – это обряд. Да, это обряд. То есть существует слово «традиция», но оно происходит от слова «trade» английского, «торговая». Да, ничего не было здесь. Никогда их... А, здесь похоже меня выключает. А на нем ты? Да. Так, еще не выключается. Одно играет, другую выключает. На микрофон выключает. Сейчас слышим. Так, слышно? Да. Да. Так вот, я хотел сказать, что существует слово «обряд», «ряд», следующее – «зарядом». У нас есть слова «порядок», «наряд» и так далее. Есть слово «традиция». Какое слово «традиция» – оно слово «trade», «торговля». Почему, собственно, конечно же, в торговлях «традиция» была всегда. Но нужно понимать, что торговля никогда не была частью образования. Образование никогда не было коммерческим. Вот здесь в этом видео мы тоже обошли на нами. И здесь речь идет сейчас у обрядов, которые сопутствуют с учеником в процессе его обучения. Первый вариант, который здесь говорится, это «чарин». Сейчас он. «Write the alphabet for the first channel. Usually this poem, or k, or some such thing». В виде арабхиана, когда… Начало обучение, в принципе. Да. Как правило, они пишут на поносе, на котором просыпались те или иные буквы. Дети пишут совсем маленькие. Вот только когда они начинают обучаться. Следующая – это парень. Парни на правильный течение. Сказать, это когда получают правильный решет. Парень – значит, что они вступают в следующую уже часть обучения. Они идут к учителям. Традиционно они жили как раз под шволовку, который был этим учителем, который знал все, как правило, отвечал на обеседельные предметы. Сейчас в деревнях, надо сказать, есть, кто же так оно и есть. Правильно? Мы были учили в деревянской школе, где один учитель преподает географику, географику, прошу прощения, вытяните, митературу, 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 язык. Самовард – это следующая часть. После обучения, да, то есть это празднование того, что человек с удаконченным обучением. Здесь особо интересно посмотреть на следующую часть. Это то, сколько университетов, собственно, было в Индии. И многие из них в том или ином виде, они до сих пор существуют. Здесь в первую очередь нужно сказать о Кадшашире, который фактически сейчас находится не на территории Индии, а на территории Пакистана. Вот здесь вот она. В следующую очередь нужно сказать о Наланде. Может быть, слышали это название. Седьмого века – это буддийские университеты, здесь подробнее будет о нем рассказано. И есть его развалины, можно сказать, и уничтожили его совсем недавно, его уничтожили в Мусимане, в 1813 веке. И интересно, что он буквально там на одну треть, там еще две трети, находится на земле, окромнейший университет. И в Варнасе, опять же, здесь нужно конечно сказать, который как был, так на самом деле до сих пор остается центром знаний. Потому что если вы начнете искать научные книжки, на хиндии или на санскрите, вы обязательно получите будущее в Варнасе, издательство Варнасе. Там огромное количество музыкантов, танцоров, санскритологов. В Варнасе до сих пор, хотя его в нашей инфанскрите называют «Городом мертвых», что совсем не является подковым, до сих пор является центром знаний, он находится один из крупнейших университетов, те как Хэнди Бичу, да, на Арсиндо университете. И в Тибете можете видеть, да, вот это все, это так или иначе существовавший, или даже немножко форму самостоятельно, имеющий место до сих пор на земле, те или иные университеты, пещерные центры. Видите, здесь сказано, что в первом книге было указано только двадцать, двадцать самых основных, и в дальнейшем ходе изучения было знание, для чего поврошено. Здесь особо нужно сказать еще по надатам, да, потому что датирование, вот насколько старые те или иные здания, или артефакты, или научные открытия, очень сильно разнятся с точки зрения индийских ученых, скажем так, и британских ученых. Потому что есть идеологические точки зрения, да, и по идеологическим точкам зрения то, о чем говорят индийцы, оно не сопоставимо с тем, что хотели бы говорить британцы. Поэтому те цифры, которые очень часто известны в учебниках, да, они не соответствуют тому, что известны индийцам. Но есть много других, как вы можете видеть на этой матке. Они всегда пришли к другим другим, и некоторые, как Сомакура и другие, они в Мангладеш, сегодняшний Мангладеш. Археологи все еще приходят в окружающие университеты. Например, в 2009, университет Тель-Хара университета открылся по-другому. Я думаю, это не более длинная, это тоже более длинная. Поэтому, как Сомакура и Горобов, я думаю, это не такой родинитель. Мангладеш. что, в основном, есть очень высокое обзор на Спаде, imientos, с Пулахи, с людьми, с снижением, с вминилдом, университетов. Это шум – это. Это не так же смешные. А на самом деле, в цели университете. Итак, с Горобов, в таких местах, в! Нужно ещё понимать, что у индийцев сама традиция передачи знаний, как бы у китайцев, она как была, так и остаётся. И эти знания, эту информацию вырубят из потолка, это реальные тексты, реальные упоминания. И эта традиция, параметр передачи знаний, она как была, так и существует. Огромный большой вопрос в том, почему мы не знаем об этом. Если взять Китай, я хотел вам сегодня показать энциклопедию, посвящённую китайской науке. Что мы знаем про Китай? Пора, бумага, шёлк, медицина, да. Но фактически... А, вот она у меня здесь. Я хотел показать просто объём. Эта энциклопедия, посвящённая китайской науке. Здесь один из шести томов, то есть только один том. Ещё столько же, да, каждый том посвящённый искусству, посвящённый, собственно, современной культуре, посвящённой религии, посвящённая воинскому искусству и тем повредам, которые были у Китайцев. Представляете, какой объём? И что интересно, про Индию я вот такого ещё ни разу не встречал. То есть есть книжки, которые посвящённые индийской истории, индийским знаниям, но буквально два-три абзаца, буквально там три-четыре страницы, ну, может быть, там, страниц 10-20. Всё. Пять тысяч нет истории. Огромное количество исследований. Как будто ничего нет. Если посмотреть выдачу общедоступных библиотек, ну, просто я перед презентацией специально сделал этот вопрос, у меня было интересно. Сколько есть книг на китайском и сколько есть книг на хинде? На китайском около 1400 книг. Вы можете взять в библиотеке сейчас. На хинде около 40. Вообще нет. Вот я хотела задать вопрос, почему нет никакой литературы, а и ель, как истории. Всё, это художественная литература, как сейчас. Да, и вопрос здесь на самом деле очень простой. Потому что китайцы, они смогли сделать так, чтобы и государственным языком не стало английским. Понимаете? Они сделали так, что если вы хотите изучать науку, если вы хотите знать что-то о Китае, вы должны выучить китайский. И вот так здесь сделали большую ошибку, мы выпустили, скажем так, сделать, что мы не государственным представляли себе, как если бы к нам пришли, вот так нам не надо сопричить. Да, сделали бы в России государственный язык немецкий. После перехода... Так было, у нас был французский язык. Был французский, да. Но он был до, до наукули он, он же не был после. До наукули он был. Но он был государственным языком. Я согласен, что он был языком элисты, там, где он, например, в темноте читал свое, говорили много потом, но он не был общим государственным языком. А в Индии этот государственный язык, на нём показывают телевизоры, создаются газеты, он считается точно таким же, как и хиндилл, например, на киндилл. И интересно, что в Индии, если ты не знаешь английский язык, никакой хорошей должности или нет. До сих пор это так. Не 75 лет уже прошло как независимость, до сих пор это существует. Да, и поэтому Индии они до сих пор под вот этим круглом, можно так сказать, на английском, они до сих пор находятся. Потому что в Англии не так много людей это и знают по большому счету. А потом у них ещё очень много всевозможных, они даже друг друга не понимают. Вот этот... Ух, ну там, ещё какие-то эти языки, и они друг друга. Индия, она ведь... Я могу сказать, что... Человек, изучающий языки, могу сказать, что понимают они очень хорошо, и у них, знаете, очень хорошие виртуальные языки. Они в этом смысле могут говорить без всякого понимания слов, могут понять друг друг друга. Но у них же жесты. Правда, я проявляю, эмоции, жесты. У них вообще даже без слов они безумая отвечают очень много. Но здесь важен другой момент. Даже с учётом вот этого, да, если вернуться к китайской медицине, если верить Винокровскому Прониславу Прониславовичу, у китайцев существует около двадцати тысяч трактатов, посвящённых только китайской медицине. Я попытался найти, например, трактат Сунциняо. Сунциняо – самый известный китайский врач. Сам, это можно так сказать, он его богом там, прямо ему статую ставит, ему там даже поклонение производит. На русском языке практически ничего. Даже не только на русском, на английском практически ничего. Сумел найти только одну статью, посвящённую диктологии. Сунциняо, определенный китайским на английский, и дальше с английского я смог перевести это на русский. Информации нет. Да, существует огромное количество трактатов китайских, посвящённых самому разному областному знанию. Но мы в нашей школе и в нашей системе образования об этом как будто не знаем, не хотим знать вообще ничего. И то же самое касается индийской культуры и китайской культуры. В Индии до сих пор существует огромное количество трактатов, они называются шастрами, которые посвящены практическим нами. Не просто о каком-то блоге Вишвы, о блоге Граме, а о том, как производить железо, производить химические реакции, решать такие или такие математические или физические задачи. И их можно использовать и сейчас, и знать, как это было. Да, и вот, как бы, если говорить про власть, и возвращаясь к ней, очень интересно, что в китайской культуре и в индийской культуре тоже существует, существует такое понятие «достроить вода только по одному из его углов». Индийские учителя и китайские учителя, они учат ученика не просто учат информацию запомнить ее и способны ее воспроизвести. Они учат соображать. Видите, я вам привел пример «вопрос-ответ». Да, и существует отдельный трактат, там про Юпти, древний индийский трактат о том, как по сути писать диссертацию. Это трактат о том, как писать трактаты. И в этом трактате написано, что очень важная часть трактата – это диалог. Когда существует вопрос и существует ответ. Если взять, например, китайскую медицину, самый известный трактат – это желтого оператора, это когда желтый оператор задает вопросы своим врачам или еще кому-то, и на них получается соответствующий ответ. Поэтому в самом процессе обучения было очень важно, чтобы у учеников развивалось вот это чувство интереса, любопытства. Исходя из вот этих вопросов, которые возникают от ученика, он уже получал возможность найти решение, да, не ответ готов, а понять, в какую сторону ему двигаться для того, чтобы найти соответствующее решение. Учитель не был просто информационной банкой для сознания, да, он был направляющим к тому, чтобы ученик, в конце концов, мог найти ответы на свои вопросы. Потому что учитель понимал, да, как эти ответы можно найти. Так вот тибетские монахи, когда они уходят, у них же через диск уходят. Правильно, да, это большая диск. Диск и традиция, все верно, да. И здесь дальше. Вот отдельно про как раз знания, да, и про учителей. Вот это отдельно. Это очень интересно. Имена, которые, знаете, у меня есть приятель, он закончил 30-ю школу, а потом поступил сразу в три физических университетов, в том числе государственных университетов. Когда я ему спросил, ты знаешь, какие имена, как Паскарачария, Пингала, Брахмогута, ничего, ни в одной из наших школ, даже 30-я школа, да, математическая, которая считается в номер один в Петербурге, в номер один в Северном Системе, я не знаю, как сейчас он там. Ничего об этих университетах не знаю. А это те, кто, по сути, заложили начало в математику, кто, собственно, создал десятилетичную систему, кто, собственно, создал триминометрию, а в кого она уже в дальнейшем попала уже к араблам, и уже попала, собственно, в Грецию. Yeah, да. Я думаю, это не было гордоваться для того, чтобы им деться то, что те поступки для народных знаний Здесь также говорится о том, что очень важна была передача знаний через как я говорю, несказаний. Поэтому огромное количество историй, игр, различных способов передать знания не просто напрямую, просто прочитай, выучи урок и перескажи его. Это некая метафора, и через эту метафору уже передача их запомнить легче. И плюс еще, как правило, эти все произведения есть в стихотворном размере, то есть они легче запоминаются с точки зрения запоминания стихов. Плюс еще это может быть танец, действительно, то есть плюс еще движение. Игры различные, да, здесь говорится, и здесь вот следующее, это вот как раз распространение про турок. Здесь есть прямо указание, да, т.е. есть ссылки настолько в Китае попадались соответствующие тексты, что указаний есть на соответствующем источнике, в котором прямо сказано. как индийские знания, конечно, вы бывали в Китае или в Кизнане. Да, если вы говорите про Грессу, то кто и как передал эти знания, и как они стали там греческими, скажем так. Ну, если желание не будет, здесь люди будут достаточно хорошие, это большая коррекция, и она около полутора часов. Большая беда индийцев, да, и почему мы знаем, что мы не знаем, что это нападение, фактически нападение мусульманами, да, и здесь вот показана сцена по уничтожению Нованды. Орузел он и Багдияр, в Ленинском университете просто уничтожил именно... Почистую, что он называется. И следующее – это, собственно, Мамильчан. Мамильчанам уже было там около 200-300 лет, и они делали это очень медленно, практично и систематично. И, вы знаете, очень интересный вопрос, о котором, кажется, никто особо не задаётся – это кто же пришёл, собственно, в саму Индию. То есть принято считать, что в Индию пришли такие образованные, умные люди, они подняли эту страну колено на ноги, дали им промышленность, знания и так далее. Но если, фактически, посмотреть, до прихода мусульман, в вазовых продукт ленинде был 27% мирового. 27% – это больше, чем вся Европа. После ухода англичан – 3%. Можете себе представить, сколько они всего оттуда вынесли и уничтожили. Это первое. И второе – то, что англичане, по факту, пришли к тому, которое было развито промышленность с точки зрения железа, с точки зрения ткани, с точки зрения дерева обработки. Огромное количество технологий уже было не древно и не разработано, но англичане. И отдельно на эту книжку вам тоже покажу, которая подробно расписана. Собственно, индийцам совсем недавно выпустят книгу, которая расписана, как этот процесс происходил. Они уничтожили всю промышленность, отобрали все станки, изломали их и сделали так, чтобы Индия стала сильным предатком. То есть Индия экспортировала материал, шелк и все остальное для того, чтобы в Англии уже организовали промышленную революцию, построили соответствующие заводы и прочее. И обратно уже отправляли, собственно, готовый товар, за который сами индийцы платили фритер. Если говорить нам, скажем, про историю железной дорог, да, оказалось бы, то вопрос, зачем она была построена. По-моему, было это и обещано. Это первое. И второе, что есть отдельный вот анализ, когда стоимость полотна 1 миля железной дороги в Америке, она по полотна 1 миле выйдет. 20 стран дороже это стоило выйдет. Почему? Потому что так было нужно. Нужно было вылечить как можно больше ресурсов, и это дело оправдать. Поэтому фактически англичане, вот, касается восстановления системы всеобщего образования в Англии. Образование в Англии до 19 века, да, вспомнил, что англичане пришли где-то в 16-18 веке в Индии. До 19 века система образования в Англии не существовала как таковой. Если вы посмотрите, просто по ресурсам оказывается, что у них было там пара мест, где они изучали гига. Они учились, читали пингвию, они учили латынь, и они учили аспекта математики какой-то. Все. Сказать за то, что англичане были улучшены на базу и невозможно. Пришли, собственно, на самом деле в Индию пираты. Да, то есть в Англии были проблемы с ресурсами, и им была дана лицензия на то, чтобы идти и играть. Если вы приходите на чужую территорию захватывать воины королевы, без проблем. Надо говоря. Собственно, что они сделали с Индией. Поэтому, если вот есть такие научные статьи, которые рассказывают о том, что Инди была экономически неразвитой какого-то такого, страна, в которой до сих пор золото есть такого качества, которого как бы имел такой вот отметки, да, то есть имел такой в Европе цензор по тому, насколько качественное это золото. Огромное количество алмазов и прочее, прочее, прочее. Нет, они были экономически неразвиты. И самая страшная в России эта история, что это отказывается сейчас самим индийцам. То есть здесь как бы пойти в обычную школу, индийскую, и просто отказывать вот эту же историю. О том, что они были не очень образованные, но пришли англичане и им помогли. И здесь у нее указывается очень интересная лекция, я не говорю, с Хан и Синг, откуда же мы знаем, что же было до прихода англичан. До прихода англичан есть такой вот, кстати, как раз слайд про англичан, англичан не говорили. Вот он, да, английский империализм. То, как они вот везде, где могли, свои руки и ноги протянули. Существует исследование Трампала, который работал с англичанами, о той статистике, которую они вели, по исследованию, собственно, ну, собственно, да, что они знали. Да, что они просто элементарная школа была в Англии, где они впечатлили, собственно, просто... Давай сейчас, где мы с Даратом. Вот. Вот он, да. Правда, то есть он изучал, собственно, те исследования, которые проводили сами англичане. Я обнаружил очень интересную вещь, что до прихода англичан практически в каждой деревне были свои, собственно, вот эти паршалы. Ну, вот аналогично то, что я вам показал в самом начале. И в большинстве штатов, в Бихарниках, в самом деле это сейчас штат в Едине, было около ста тысяч школьников. Пошел, прошу прощения, школьников. Пошел. Бенгалия, Утар Прадеж. Практически по всей Индии существовали вот такие небольшие школы, в которых учились все. И самое интересное, опять же, о том, что мы говорим, если говорить про касты. Да, больший процент буршута даже. Понимаешь, да, они Браминов учились в этих школах. Потому что Браминов, они учились дома. Их отец был, они их учителем. Поэтому вот в этих школах, как правило, учились те, кто не мог получать полноценного домашнего образования. Поэтому там буквы, да, опять же, в одной школе, в одной классе учились люди самых разных, так сказать, касты. Вообще, если говорить про касты, существуют разные понятия. Есть жати, ванны и кулап. Да, это вот, принадлежность к имени служати. Ванны – цвет, дословно переводится, да, то есть это способный человек. Это не потому, что ты породу какой-то, а у тебя есть способность к обучению, или к музицированию, или к физическому труду. И кулап – это та семья, в которой ты родился. Да, и, соответственно, в этой семье, ну, как у нас были там, кузнецовые, стрелировые и так далее, да. То есть в этой семье было принято заниматься определенным ремеслом. Но это не означало, что ребенок должен был заниматься и изменить. Ему было это проще сделать. Если у него способности, они были лучше для чего-то другого, он вполне мог из одной ванны перейти в другую ванну. Это было вполне возможно, никак не запрещалось. И когда у Сахамы Синха, вот она в своем интервью спрашивает про жати, про вот эти касты, он спрашивает, а давайте начнем так, а в Европе у вас были касты? И выясняется, что вот как раз где и были эти самые касты, они как раз были в Европе. И очень жестко иммунитировалось, кто за что отвечает. И люди, которые выносили помои, да, из домов, господ, их никто вообще никогда не видел. Потому что они должны были это делать темно-от темно, чем темные ночи, чтобы они вообще были как тени, чтобы их вообще никто никогда и нигде не знал. Поэтому здесь вот нужно быть очень аккуратным и смотреть на обе стороны медали. К сожалению, вот в вторую сторону, на медали, скажем так, наша система образования, потому как она уже написана темно, кто ее придумал, она не показывается. Хотя информация уже сейчас есть, и ее при желании, в общем, найти можно. Вы видите, сама презентация, на самом деле, даже на английском языке, да, и можно понять, почему, потому что она обещает на весь мир, и, собственно, сама она живет, насколько я знаю, в Америке. Но большинство вот сейчас, да, есть сантаутокс, да, это, собственно, откуда взят это видео, вот этих источников, они есть на нахиме, и много информации, которая есть только на нахиме, могу сказать, тоже. Но для того, чтобы быть такими, они используют иностранный язык фактически, да, английский язык. Так, ну, сколько у нас на время, мы уже выходим, совсем, еще буквально вам пару вещей хотел показать. Это, собственно, про… А вот эта книга, которая как англичане повлияли на Индию, скажите, как она называлась? Да, я вспомнил, сейчас я вам покажу, это она. Inglourious Empowerment называется, Шаширта Ру. Автор, вы можете найти видео, есть краткое содержание ее, да, то есть в целом, о том, как гританцы уничтожили систему образования. Сейчас я вам покажу, как она называется. Сейчас, минутку. Нет, немножко не думаю, тут же об этом, как они уничтожили. Большинство, конечно, вот «Амелькинг Индию» называется, это такой небольшой ультин. Здесь про то, как могола это сделали, как… Вот как раз происходило уничтожение текстиля в Индии, как были уничтожены, собственно, соответствующие пути. Здесь особо интересна, вы знаете, вот здесь есть Маклея фраза о том, что одна полка английской литературы может заменить, должна заменить всю литературу в Индии. Да, то есть вся низкая древняя литература – это полный мусор. Да, вот это было цитата Маклея, который под этот цитат и, собственно, и производил свои реформы. Вот этот мультип, он сделан на основании книжки Катюрова, Шаширта Рура. Да, и очень интересно, кстати, сколько погибло вот здесь вот по этому самому, тут статистика такая тоже очень короткая. А просто сравнение было – Холокост, да? Просто процентное соотношение – сколько погибло человек во время британцев, и сколько потом первой мировой войны, вторая мировая война, вот уже она есть, а вот она. Да, вот можете видеть, просто процентное соотношение. Да, то есть сколько репрессированных в Советском Союзе было Сталином, да, сколько в Китайской революции, и вот сколько англичане по количественному проценту уничтожили людей за эти 300 лет, пока они атаковали в собственную Индию. Да, ну еще что я хотел отдельно показать – это то, что в Индии, вот как бы рассказывая про взаимосвязь науки и искусства, существовало 64 искусства. Да, они прямо документированы, существуют соответствующие протакли. Можете найти 64 – Кала. Кала означает собственное искусство. И в разных книгах их цитируется разное количество, то есть они упоминаются. Гамма-сутри, Ля-джу-ведя, Шупранити, Шива-тантра-рахаси, Чандо-гьо-панишат, ну здесь вот совсем немножко, да. Вот в другом, например, Валитва Вистара – 86 искусств. В Прашне-Викарне – это уже буддийские тексты, да, здесь указывается еще около 72 Кала, 72 искусства. Но точная цифра, ну такая минимальная, скажем так, это 64. И вот здесь, если вам интересно, можете найти на моем сайте есть перевод. Сейчас пишу, храните, прямо вот так, кусок текста берется к решетке, в которых каждый из этих искусств описан. Это дерево обработка, камень обработка, металла обработка. И это наследие, оно есть, информация об этом есть. Но мало того, что это есть, да, я хотел бы вам еще отдельно показать. Это… Здесь, собственно, книга о тех научных открытиях, которые были произведены, и соответствующие цитаты. Да, то есть вы можете видеть в области знаний, в которых, да, были произведены те или иные открытия. И отдельно здесь хотелось бы сказать, например, про столб Рашенки, вы, может быть, знаете, железный столб, который стоит с древней. Да, то есть это столб, который состоит с седьмого века, и меня поражает, что вот если посмотреть видео на русском, например, об этом столбе, то смеются о том, что это произведены какие-то наполнителями. Да, что явно не имеет ничего общего с этим, и что просто является иллюстрацией тому, насколько металлургические знания Индии были сильны, учитывая то, что это стоит седьмого века, там огромные перепады температур, да, там зимой, ну, до минусы не такое, но около нуля бывает даже, а летом 45, скажем так, 50, плюс-минус бывает. И при этом идет сезон дождей, когда дождь льет просто месяцами, не переставая. И при этом эта штука до сих пор не проржавена. Насколько я знаю, металлургики, которые изучают этот вопрос, до сих пор не могут ответить на то, каким же образом это было произведено. Да, то есть настолько была технология проверена. У Саханы Сип, у нее задали такой вопрос после ее презентации, что было бы, если бы, Англия не остановила этап развития. И на что она отвечает, что, скорее всего, Индия была бы передать планеты всей. И как пример она приводит, что она нашла, например, способ производства льда в две лет, без каких-то электрических средств. Да, то есть у них были технологии, как получить льет в жарилищу с помощью различных, скажем так, движений. Известно, что электричество, например, оно в Индии было открыто, ну там разные цифры, в том числе четыре тысячи лет назад. Да, то есть есть текст Агастии, который рассказывает о том, вот здесь вот в этой книжке как раз тоже вам напоминается, как произвести батарею в Гашге путем опускания туда двух разных металлов и доступного электролита. Соответственно. Там электричество получается очень небольшое, но вот электричество, они не понимали, как это работает уже очень-очень-очень давно. И таких открытий, вот просто вот эту книжку, она, конечно, в малом доступе, это санскрит, это центр, который занимается обучением санскрита, и в первую очередь, скажем так, не стандартным способом, как это происходит сейчас. В основном, в школах, как мы знаем, не исключим, они обучают иностранные языки, грамматик или иностранные языки. В санскритном карте обучают 9 методов, они обучают прямому методу, то есть вот две недели обучался у них, мы разговаривали оптанно санскрит, с утра до вечера. То есть это разговорный санскрит, обученные слова, привет, пока, это в стул, это в стол и так далее. Всё это происходит вот в таком, как бы, диалоге, и за счёт этого происходит погружение, и быстро учатся, в том числе очень сложные грамматики. Да, именно в процессе, в процессе обучения, в процессе. Потому что высчитать как геркулятор, да, вот какое здесь должно быть пройдешь, какое склонение и так далее, это очень сложно. Это можно вот наговорить и запомнить. А можно остановить, написать название? Вот это вот. Вот эта книга, да. Сейчас, которую я показываю? Да. Она называется Science in Sanskrit. Да, если вы хотите, я отдельно там, может быть, как-то ссылку пришлю, вы уже у себя, да, или ещё где-нибудь, да, это наука через санскрит. Если говорить откуда, это, как я говорю, существует отдельный вид текстов, они называются шахстры, да, их огромное количество, по сути, это вот трактат, можно так по-русски перевести, и они есть, посвящённые химии, они посвящённые есть кулинарии, супер-шахстры, например, они посвящённые этике, нити-шахстры, например, артха-шахстры, посвящённые политике, тхарма-шахстры по тому, как регулировать социум, скажем так. То есть, есть огромное количество текстов, они доступны. Если говорить как раз, в отличие от китайских текстов, да, они доступны, в большом количестве можно найти на английском языке. Хотя, конечно, в идеале лучше считать на химии, не могу сказать, потому что, как я показывал, да, вот эту пневму под саншаткой, что переведены они на английский немножко в искажённом виде. Химии и санскрит, в этом смысле, они, ну, как бы, как родственники, да, ведь химии, по сути, они так давно переведутся и вышли из санскрита, и очень много общих слов и общих понятий, которые не вносят вот это искажение. Когда мы вместо дхарма, да, вот как бы, возвращаясь, которое означает, собственно, поддержку, означает общее звено, центр, и его изображают как дхарма-чакру. Сейчас вот эту минуту я вам показывал, мы просто как разкачиваем этот сайт. Да, то есть вот это символ, который в том числе на государственном фаге Инди изображён, вот эта колонна ашурки, как раз мы колонну видели, да, в напряжении этой колонны ашурки – это четыре ва, которые смотрят в четыре разные стороны, и на их головах стоит эта дхарма-чакра. И каждая спица дхарма-чакры, вот видите, 24 спицы, она имеет своё собственное значение. То есть это те понятия, те принципы, на которых существует, ну, индийская жизнь, в жизни индуса, можно так сказать, да, потому что индуизм – это не просто юридики, как ещё раз говорю, да, это определённое мировоззрение. И вот здесь соответствующие, да, то есть салфа-салфа, например, да, у них сам, да. Здесь, вот это тоже отдельная история, что, к сожалению, вот у нас в школах, университетах, когда преподают санскрит, преподают его вот в таком виде. Да, то есть вместо того, чтобы выучить демонагри, соответствующую письму, они на стиле показывают вот монетизацию, хотя, на самом деле, скрит не очень сложный, демонагри выучить его можно достаточно быстро или легко, в этом никаких сложностей нет, и при этом не будет никаких недопониманий. Потому что и в санскрит, опять же, вибрационный язык, очень важно не перепутать те или иные звуки. Да, то есть один звук немножко не так произнесли, и смысл может уже поменяться. Да, яя. Здесь вот, кстати, по-моему, университет очень важный еще момент. Лекция вот этого Сахана говорит, но я ей показал, то, что существует отдельное шастра, очень важное, это не яя-шастра и тарго-шастра. Это шастра, связанное с лауриком, да, с тем, чтобы понимать, что мы правильно делали обсуждение или неправильно делали обсуждение. Есть отдельный термин, который называется хеплабаз. И, например, существует часть логики, которая связана с сувереном. Потому что если мы неправильно поставили диагноз, если мы неправильно помнили, где была проблема, мы можем дать неправильные лекарства и произвести неправильное лечение. Поэтому в правомыслии логичность изучения науки была в основе индийской культуры, индийской науки и заложенной. То есть не шастра, а эта часть вед, собственно, одна из ведамок, для того, чтобы понимать эти тексты, которые были веки. Если обратно вернуться британцам, посмотреть на Грецию, например, что же изучали грейки с точки зрения логики, выяснится, что там появилась культура сатизмов. Когда за счет игры слов, называемое одно, имеем в виду, третье, а на самом деле – четвертое, грейки выигрывали замечательно суды. И, тем самым, зарабатывали деньги. Чего в собственном виде не было никогда. Здесь важный еще момент, возвращаясь к красному и так далее, что индийские учителя, они жили за счет государства, за счет больших, вот тех, кто занимались торговлей, за счет царей. Они никогда не занимались продажей своих знаний. Да, и на этом, собственно, этот весь институт древний, он существовал. Как раз когда пришли на грейчане, они всю экономическую вот эту супочку наружили. И всем, кто занимался и наутрой дороге, им пришлось идти в древние, да, и выращивать какую-то капусту вместо того, чтобы изучать свои шастры и знания. Ну, я думаю, что времени уже достаточно много. Я, как конечную точку, хотел бы вам небольшое стихотворение этой песни прочитать, чтобы в таком позитиве как надо закончить. И, может быть, у вас тоже появится интерес к санскриту. Да, оно очень небольшое. Звучит оно вот так. Сурасасугодха – та, которая обладает прекрасной мудростью. На су, вот эту, как раз как-то. Сувастика, вот как раз раса – вкус, обладающий вкусом сознания, чистого сознания. Вишва манобья – вселенная манобья – душа, сердце, объединяющая сердце всего мира. Лалита хридарей раманья – богиня. Лакши практически. Хридарей – сердце, раманья – при приятной для сердца богини Лалити. Амритаванье санскрита бхаши. Бессмертне амритавань – голос. Да, амритавань – голос. Бессмертный голос – санскрита бхаши. Санскритский язык. Нейва кришна – нача катина. Ни – трудная и несложная. Нейва кришна – нача катина. Ни – трудная и несложная. Кабико килаванье кирячина. Раманья – раманья канхара. Аттива сараламатураманджала. Нейва кришна – нача катина. Нейва кришна – нача катина. Ясадарасита Ганешна Викхита Махапарате Куньякатта Курав Апандавасан Граматита Неваклишта Начакратина Курушетте Самарандана Гита Вишевандита Прагавад Гита Амритамадгура Карма Диквика Неваклишта Начакратина Ну, здесь рассказывается о разных текстах древних, да, то есть это Вальмики Романина, это Махахарда, Гхагавадгита и соответствующие. Вика Роман Шепантова, Малайяка, это известные персонажи, известные герои, да, то есть это цитирование, я не буду сейчас уже приводить, что наш фильм не задержит, цитирование различных учителей, и вещь идет о том, что ничего сложного, ничего страшного в санскрите нет, этот прекрасный язык до сих пор используется, вот здесь сверху написано Яман, Кальян, Кальян и Раг, да, то есть это не только стихотворение, это еще и Рага, и Айзал, это тот ритм, в котором она должна быть, эта песня исполнилась. Спасибо большое, если у вас какие-то, может быть, вопросы, мы их надо расскажем. Здравствуйте, спасибо большое за интересный доклад. У меня два таких вопроса, то есть вот насколько вот это вот традиционно-индийское право преподавания, оно похоже с аналогичными системами... Да, значит, я еще раз повторю вопрос, еще раз спасибо большое за интересный доклад. Вот первый вопрос, насколько вот система традиционного индийского обучения, она схожа и отличается от традиционного средневекового обучения, которое было в странах как бы вот Азии, странах Европы, то есть вот статистическое образование, потому что, скажем, я немножко занимался еврейским традиционным образованием, которое было в странах в Испании, которое было в арабских странах. В принципе, это тоже было построено на обсуждении учеников с учителем, с учениками и учителя какого-то определенного вопроса, как бы дискуссии, Вы, кстати, позднее в Восточной Европе использовались какие-то и танцевальные мотивы в том же самом Азии, в том же самом Азии, в том же самом Азии. То есть вот то, что Вы рассказывали, это очень похоже. И, как я понимаю, и в традиционных арабских, как бы, и вот Мидерсея, особенно таких вот университетского типа, как с ними эту университет Асхам, в Калере, в принципе, подобные подходы, они тоже имели место. Это вот первый вопрос. То есть посмотрите вот на эту индийскую систему образования, опять же, вот в контексте эпохи. И второй момент, это возвращаясь к тем же самым англичанам. Потому что все, что Вы сказали, это абсолютно верно. Но у англичан был такой вот небольшой период. Это вот вторая половина XVII, начало XIX века, когда они испытывали действительно определенный интерес календийской культуры. То есть было достаточно много смешанных браков, скажем, между англичанами и ютусками. Вот. То есть был интерес к индийской культуре, к индийской феабло-авласофии. И вот, и вот, то есть как в то время, как мы в течение еще не чувствовали, что вот мы как бы, как бы, души арасли, вот и европейская культура, она имеет полное преимущество над культурами Востока. Как мы знаем, в XVII веке просвещения как раз была определенной обратной тенденцией. То есть европейцы достаточно сильно интересовали все культуры, кусульманские стороны с культурой какие-то на Китай. И вот, что в этот такой вот короткий промежуток времени было в плане английского взаимодействия. То есть вот переводились ли тексты, популяризировались они как бы в Англии, как бы вот. То есть было как бы Европа больше открыта к индийской учености вот в этот момент, какой-то вот синтез как бы культур. Спасибо. — Скажите, пожалуйста, вы были на лекции, когда вы про вот этот слайд рассказали? — Да. — Ну, тогда я то, что начать на ваш вопрос уже ответить, да, что фактически-то вам ли знаний-то практически не было, да, и на науке как таковой не было. И интерес, соответственно, конечно же у них был, да, к тому, чтобы эти знания получить, адаптировать и использовать. Если, как бы, говорить про сегодняшний реальный, да, если так, точку как бы на этом вопросе поставить, есть отдельное видео, вы можете посмотреть о том, какие патенты сейчас получают Англии в Америке, например. И, например, сейчас запатентовано использование куркумо. Сколько тысяч в Америке использование куркумо запатентовано? Сколько тысяч летий Индии используют куркумо как медисептик в своей кухне? Но нет, им патент сдавать нельзя. Его должна получить американская компания, которая в конечном итоге может говорить, не, ребята, они тебя больше куркумо пользуются, это наше изобретение. Это вот то, что сейчас происходит прямо сейчас. И отдельно есть видео о том, как вовсюду восхваляют, скажем так, европейские художественные музеи и прочее, прочее. А об индийской культуре и об индийских традициях об этом мало всего есть. Поэтому, если, как бы, возвращаться к вашему вопросу, да, интерес, безусловно, был, да, еще раз, Индия стала основой для того, чтобы передать свои знания как и в Таи, как и в Юго-Восточную Азию, как в Таиланг и в других странах, а как и, собственно, на Европу. Вопрос в другом слове, почему при этом Индию и вычеркнули? Почему Индия при этом стала на вычеркнули? Почему в нашей школах мы не знаем этих именах, как и Та, Пингалы и так далее, и так далее. Вот это на ключевой вопрос. Почему при этом вам это ничего не говорится? Я о каком синтезе здесь мы не уже говорим. Потому что их имена просто вычеркнуты. Мы о них ничего не знаем в нашей школе. Да, слушалась. Скажите, пожалуйста, а если Индия была так экономически развита и такая схема воспитания, там же получилось, как они позволили, чтобы какая-то менее развитая Англия? Да, вы знаете, это очень большое вопрос. Про Голландию. Очень хороший вопрос. Он меня очень много мучил. Вот как раз в этой книжке, которую я вам показал, очень подробно рассказан этот процесс. Знаете, что происходило? Происходило очень долго, нужно понимать. Там около 200-300 лет. Это первая история. Второе, потому что англичане пришли на хорошее мимо. Они пришли в тот момент, когда там оболы уже хорошо проработали. Это первое. И второе, потому что они пришли как торговцы. Они заняли несколько потов и сказали, ребята, мы вопрос тут немножко по торговой. Причём там нужно понимать, что не одни англичане были игроки. Тем более, да, французцы ещё были. Так сложились обстоятельства, что в конечном итоге у англичан у них появилось BAS. Ну, если верить, опять же, да, здесь информация, которая оперирует, я не знаю, в 100%, но, исходя из моих источников, вы можете проверить, опять же, это сделать самостоятельно. Получилось так, что англичанам появилась возможность под коверными играми поставить своих мониоедущих навагов в некоторых местах. В одной из риск там говорится о том, что был большой перевес, например, Бонидийцы с вами должны были выиграть, но главный генерал просто продался. Да, его англичане подкупили, в самый последний момент он просто всех сдал, и вся территория перешла в конечном итоге англичан. То есть это очень большая и длинная история. И здесь нужно понимать, тут ещё такой вот важный момент хочу сказать, что в Индии есть такой термин «Ульта-Ульта» называется. Значит, шиворот-навыворот, когда всё слово на голову делается. И вот англичане, они очень хорошо умели использовать этот мирный метод «Ульта-Ульта». Когда они и сейчас используют, я имею в виду, не сами англичане, а информационную пространство, да, когда говорится об одном, а на самом деле говорится совсем про другое, чтобы людей отвращить и сделать из них болванов. И англичане как раз вот эти вот методы «Ульта-Ульта-Ульта», они очень замечательно пользовались, выворачивали всё на инанкуле. Именно поэтому, да, они такие учёные, они такие знаменитые, они такие инноваторы и прочее, короче. Ничего не изменилось. А сейчас, на сегодняшний день, идут свои как-то англичане? Они сейчас нам впереди... Да, сейчас происходит очень сложный процесс. Ну, я вижу, у меня уже, к сожалению, уже совсем вышли, я так думаю, уже полчаса. Сейчас очень сложный процесс происходит, потому что во главе Индии стоит так называемый VGP, который вовсю, который проповедует индуизм, но это неоиндуизм. То есть это не те древние традиции, не те древние знания. И ущемление сейчас происходит мусульманам. Это столько англичан, сколько мусульманам. И происходит очень жёстко и очень неприятно. И сами индийцы... Потому что, как вы видели в самом начале, да? Ахим Сапарамон Харма. Не нагряди, не задей, не... Живи как бы в сотрудничестве. Индия – это удивительная страна. Я прожил там очень много, могу сказать, удивительно тем, что... Рядом живут люди месоеды и вегетарианцы, буддисты или католики. У них абсолютно разные взгляды на жизнь, у них абсолютно разные конфессии и разные способы существования. Но индийцы умеют существовать. Очень сложно, с точки зрения погодных и прочих условий, находить консенсус и не доводить до какой-то сложной проблемы. Просто разные взгляды. То есть, у меня это само уничтожение по поводу англичан. Это немножечко, так сказать, нефилософский вопрос. Я согласен. Но, опять же, мусульмане тоже это уничтожали и прочее. Но индийцы сумели с мусульманами адаптироваться. И, например, очень много получили с точки зрения культуры, с точки зрения музыки, с точки зрения Гиблии, с точки зрения... Почему? Потому что они тоже были восточными, я имею в виду, мусульмане, по-голову, да? А англичане, в этом смысле, они по-другому скажут. Да, пожалуйста, слушайте. Ну вот Светлана Жанникова, она говорит о свойствии русского языка санскрином. И огромное количество слов, камней, которые как-то совпадают. Может быть, с санскринами не смысл учить... С изучением сначала тех слов, которые у нас общие, а потом еще приходить на что-то, с точки зрения Гиблии вообще. Здесь я могу сказать следующее, что очень много инфов вокруг санскрита сделано, да? И вот по поводу того, что русский санскрит это вообще один этот же язык, тоже один этот язык, у меня есть книга, где, если не интересно, контакты могу дать, изучение самого идийца, который искал словать в своем делу того санскритских слов, которые существуют в славянских языках. Это не только русский, польский, финский, финно-угольский язык, то есть действительно санскрит – это индоевропейский язык, да? И он очень много где проник. Но говорить о том, что можно получить какие-то слова и после этого начать понимать санскрит, например, невозможно, могу сказать. У меня по встречному вопросу. Вы понимаете, насколько сложен русский язык, как иностранный? Ну, конечно, да. Будет важно, что это люди не осознают, да? Потому что подержи, например, русский у нас более официально девчонка, но их около, там, 13-14, да? Потому что есть разные нюансы. И с этой точки зрения, например, русский язык сложнее санскрит, потому что у них всего 9 подержи, да? И подержи, что они делают? Они делают склонения, склонения, потому что в шпурном роде, в среднем роде, в женском роде. Мы же думали, да, где какой род нам использовать, какое окончание, чтобы правильно говорить. Вот это, собственно, санскрит сложно. И этим, собственно, очевидно, что его нельзя учить грамматическим способом, как русский язык. То есть я здесь, например, обратно встречал двух англичан, которые учатся в фактической школе. Один на один выучил русский язык, второй на два выучил. Вот они учили русский как раз и уникативные итоги. Крупа прекрасно уже разговаривает. Ну, не сказать идеально, да, они делали словесные ошибки, но они вполне справлялись с задачей, которая у них была. Поэтому причем, что я могу сказать, что нельзя учить иностранные языки, если вы хотите разговаривать. Да, если вы хотите переводить, без проблем. Если вы хотите разговаривать, грамматико-переводный метод, он морально устареет уже с вылетка. Можно вопрос еще? Меня не отпускают. Вот это мнение, что китайцы считают индусом более низкой по развитию нации, ну, может, не только по развитию, чем это обусловлено. Я понимаю, там есть территориальные какие-то противоречия и споры, но вот... Вы знаете, о каких именно китайцах вы говорите, о гирхмане-индусах? Тут нужно еще обделить индийцев на индусах, да, индийцы – это жители Индии, индусы – это исповедующий индуизм, важная разница. Но их и там, и там около двух миллиардов. Поэтому и там, и там, и там, если что, китайцев, их разум с диалектами, мировоззрениями, таосами, консульциацией и так далее, и, собственно, индийцев, индуизм, да, знаете, огромное количество ответвлений. Вот ответ в цитатских изначальных текстах. Огромное отличие от ответвлений различных течений, религиозных, научных и так далее. Поэтому сказать, что какие-то индийцы, что-то говорят про каких-то китайцев, здесь вообще это не важно. Нужно говорить о какой-то социальной группе, да, или какой-то организации, которая говорит о чем-то, о ком-то. Но могу сказать, что, да, отношение не сложно. Особенно сейчас есть разные конфликты на тибетской границе между Китаем и Индией. И инкаритет, вот здесь очень важный, он очень разный. У китайцев и у индийцев, хотя у них культура вроде как общая, да, современного китайца и современного индийца, у китайцев очень сильно отличаются. Ну, в связи с историческими, скажем так, событиями, конечно. Я ответил на ваш вопрос? Спасибо. Хотела спросить в контексте обсуждения индийской системы образования, отличается ли их современное высшее образование от общепринятого нашего высшего? И где говорят на хите, понятно, а где это говорят на санскрите? Ну, понятно, что тоже в Индии, но... Каких район уже все. Говорят, если в том, да, как... Смотрите, здесь, что касается образования в целом. В Индии у них лучше похоже на наш. То есть у них 12 классов обычной школы, после чего они идут в колледжи, в университет. При этом могу сказать, что я обучаюсь пять-чуть, два года на менеджера по туризму, и буду передышать, что происходит сейчас. Я обучался на менеджера по туризму. На обучение программы Amadeus, да, основная система, которую нужно регистрировать, или там всего три, международная система, мы отдать ее ровно два дня. Наш профессор стал отличным, мы все знаем. При этом наше обучение, оно происходило так, слушайте, вот что-то у нас сестиваль, и вот, значит, наш профессор куда-то поехал, и вот-вот. То есть у меня, конечно, как работает бизнес, при этом параллельно, я обучался и давно работал, и у меня было замечательно, у меня было свободное время. Но это кошмар. С точки зрения качества обучения советской, в прошлом случае, современная система обучения индейцев, да, это просто ужас. Потому что они, по большей части, ставят вот как у нас ЕГЭ группы, галточки, да. Сейчас последнее, что я нашел, они в Бангалоре поставили роботы искусственного интеллекта, в жуточном институте он стоит, они отвечают на вопросы чипов. Реально они как бы устраиваются впереди планеты IT. Но при этом, конечно, качество с точки зрения моглов у индейцев, если вы просмотрите первых людей в активной индустрии, SEO Google, SEO Apple, примерки не остановились сейчас, опять же, это индусты сейчас, да, решили, да, решили, собственно, да. То есть индейцы с точки зрения, как бы, ныженения с точки зрения головастей, можно так сказать, да, они очень большие ребята, но у них большая проблема сейчас с кадрами. Они выпускают огромное количество, например, медиков, работников, очень качественных, но при этом, например, труда для них нет. Им приходится всем ехать за границу. Кто в Америку, кто, как раз, в Европу, кто в Испанию, кто в Италию, кто туда. Они мигрируют с этим, потому что просто рабочих мест для них нет. Есть места для строения храмов, да, вот там вообще сейчас строят, строят новые храмы, 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 а люди, кто злобу добирают, грубо говоря. Вот это такое, как бы, расслоение между средним и нижним классом, оно сейчас стало супер разным. Да, то есть очень бедные люди, супер богатые, чего не было буквально 5-10 лет назад. Сейчас вот это расслоение, оно стало очень большое. Сейчас очень большая проблема – это с агрокультурой тем, что строится. Мы про санскрит, да, отвечаем на ваш вопрос. Существуют, опять же, официальные институты, основные институты, в которых санскрит преподает тем же грамматико-переводным методом. Они обучают его в школах, они обучают ему в университетах, как у нас английский, и при этом, обучая, они разговаривают на нём минуту. Ещё бывает даже сам профессор разговаривает на нём минуту. И есть вот это вот санскрит. Бывает вся организация, которая создана, по сути, госпомом индийским, то есть там есть индийская мультяная компания, которая фонсирует всю эту историю. И вот они производят и школы, они есть по всей еды, обучающие вот этому... И огромное количество материалов. И видеоматериал, и учебники. Существует даже сам учитель санскритно. Вы увидите, в котором там четырёхуровневый курс, в котором, например, картинка и данный перевод. Картинка, потом маленькое предложение, и написано, как её написать. И куча примеров, что ты можешь сам, заполняя этот самый учебник, понять, как это делать. По шагу, от самого простого к самого сложного. То есть там даже объяснять эту грамматику не нужно. Там на простых примерах, как ребёнку показывают, это мячик, это то. То же самое, только это сделано в учебе. Если неинтересно, то вам нужно поделиться. Это во-первых, это тоже есть. Так что санскрит, он есть. Вот живой язык, на нём есть новости, на нём показывают передачи, есть радио санскрита, говорить то, что санскрит – это мёртвый язык, это мёртвый язык исключительно текстов, это тоже абсолютно не решение нам. Спасибо. Спасибо большое. Владимир. Удивительная лекция. Очень интересно. Мы приходим рады к предложению. Спасибо, дорогие друзья, что очень активно участвовали, задавали вопросы. И я думаю, до новых встреч. Спасибо вам. Хорошего дня. Спасибо.